Приветствую, друзья! С вами снова Кирилл Куницкий и в этом видео мы поговорим с вами о международном масштабировании бизнеса. Я получаю достаточно много вопросов от моих подписчиков, от собственников бизнеса, от предпринимателей, которые обеспокоены текущей геополитической ситуацией в мире и которые задают вопрос, а как я могу сделать свой бизнес более устойчивым, как мне защититься от возможных рисков, которые существуют в текущей ситуации. И одним из способов защиты своей компании от каких-либо локальных колебаний является международная экспансия. Ситуация, когда вы выходите за пределы своей текущей географии и начинаете вести бизнес сразу в нескольких юрисдикциях, сразу в нескольких географических локациях. Лично я имею достаточно большой опыт ведения бизнеса в других странах и в том числе сотрудничества с другими странами, поэтому поделюсь с вами некоторыми мыслями и некоторым опытом в этой области. Первое, что важно понимать, что любой бизнес это в первую очередь работа в неком выбранном вами рынке. Рынок это баланс спроса и предложения. И в большинстве случаев рынок, в котором вы ведете свой бизнес в своей стране, где вы находитесь в настоящий момент времени, он существует и в других странах. И очень важно понять, как ведет себя целевая аудитория, как ведет себя потребитель вашего типа продуктов или услуг в той стране, в которую вы планируете выйти. Первое, что рекомендую сделать для того, чтобы оценить потенциал международного развития вашей компании, это проанализировать ситуацию при помощи открытых источников. Воспользуйтесь обычным гуглом и начните искать, перебирая любые запросы, связанные с вашим рынком, но применительно к другим странам. Таким образом, проведя 2-3 часа в интернете, вы можете найти очень много информации, потому что в интернете достаточно много статей, достаточно много исследований рынков, которые порой доступны достаточно за небольшие деньги, либо абсолютно бесплатно. Вы знаете, я даже когда-то общался с аналитиком одной из крупных, известных исследовательских компаний, которая занимается дорогими, сложными исследованиями рынка. И этот аналитик по секрету сказал мне, что ты знаешь, когда нам заказывают большое масштабное исследование рынка, первое, что мы делаем на всякий случай, мы идем в гугл, мы смотрим, что уже есть на эту тему. И только после того, как мы перепроверили, что нет готовых исследований, которые часто попадаются под руку, после этого мы идем делать какое-то большое сложное исследование самостоятельно. Поэтому начните с гугла, начните просто с поиска информации в открытых источниках. Второе, что очень важно, начните анализировать отраслевые выставки в других странах. В каждой сфере, в каждом рынке регулярно проводятся отраслевые выставки. И желательно, идеально, если бы вы могли поехать на эту выставку и провести на ней хотя бы несколько дней, детально прообщавшись со всеми представителями на этой выставке, ходя от стенда к стенду. И не просто для того, чтобы найти себе клиентов или поставщиков, а для того, чтобы собрать информацию о локальном рынке. Порой, просто придумав правильную легенду, даже не обязательно рассказывать, что вы являетесь игроком в этом рынке, вы можете собрать очень много информации. Лично я, например, если я приезжаю на выставку и я хочу понять, какая ситуация на этом локальном рынке, я могу придумать какую-нибудь легенду, что, например, я компания, которая ищет потенциальных производителей для того, чтобы стать их дилером. Хотя я сам могу быть заинтересован, зайти на этот рынок. И вот придумав подобную легенду, я просто хожу по стендам, от стенда к стенду и говорю, ребята, здравствуйте, вы производитель? Они говорят, да. Скажите, пожалуйста, вам было бы интересно найти себе дилера, найти себе представителя, который бы увеличивал вам продажи? Они говорят, ну да, было бы интересно. Я говорю, хорошо, расскажите о вашей компании, расскажите детально, чем вы занимаетесь, какие у вас объемы, какая ситуация на локальном рынке, кто самые сильные игроки, кто самые сильные конкуренты. И таким образом вы можете прообщаться со всеми стендами, которые присутствуют на рынке, и сложить некий пазл того, что происходит в этой отрасли, в этой стране. Если вдруг вы опасаетесь того, что вас могут узнать, например, если вы узнаваемое лицо в своем рынке, либо же вы не хотите лично заниматься этим исследованием, вы можете попросить это сделать кого-то из ваших коллег. Но подобный формат анализа выставки дает очень широкую картинку. И более того, иногда вы можете даже найти для себя новую модель бизнеса. Порой, приехав в страну, вы можете обнаружить, что какие-либо из услуг, либо товаров, которые уже активно представлены в вашей стране, в этой стране еще не так развиты. Либо наоборот, вы можете найти какого-либо производителя, который ищет для себя партнеров для того, чтобы масштабироваться на международных рынках. И вы как раз в том числе заинтересованы в том, чтобы идти в другие страны. И вы можете сказать, слушай, а я как раз сейчас, я имею опыт в этом рынке, я ищу возможности для международного масштабирования. Давайте мы вас усилим, дайте мне дистрибуцию, дайте мне эксклюзив. Я попробую завести вас в те страны, в которых вы еще не представлены. То есть я сейчас говорю о разных форматах, но в данном моменте это более применительно к B2B формату. Но если вы работаете в B2C, то вы также можете начать исследовать международные рынки. Каким образом? Например, просто прощупывая в кавычках свои целевые рынки, которые вы для себя выбираете при помощи таргетированной рекламы. То есть вы можете создать сайт, страницу, даже просто короткую посадочную страницу ваших услуг, которую вы сейчас предлагаете в своей стране, и настроить таргетированную рекламу на тот регион, который вы хотите проверить. При этом в чем плюс? Плюс в том, что вы можете даже не называться своим именем. Вы можете сделать вымышленную компанию, сделать сайт вымышленной компании, просто такой минимальный лендинг. И направив таргетированную рекламу на тот регион, который вам интересно проверить, вы начнете получать какие-то обращения, какие-то заявки. Вы можете извиниться перед клиентом, сказав, что пока что это тестовая реклама, таким образом просто проверив, почем вы получаете лиды, какая цена лида, какая реакция, как общается целевая аудитория. Вы можете даже попросить тех людей, которые будут оставлять вам заявки на ваши товары или услуги, поучаствовать в некой фокус-группе, например, для того, чтобы понять, как аудитория реагирует на ваше предложение на том рынке, на который вы планируете выйти. Но, естественно, очень важно побывать в выбранном вами регионе физически, потому что если вы пытаетесь продавать только удаленно, но это не приводит к большому результату. Это лично мой опыт, опыт очень многих наших клиентов. Например, мне доводилось помогать строить экспортные продажи очень многим локальным компаниям, начиная от оптовых продаж зерна и продаж IT-аутсорсинга, заканчивая продажей свадебных платьев. И в абсолютном большинстве случаев, когда мы строим экспортные продажи, если мы пытаемся продавать только по телефону, это дает не очень хороший эффект. Вы получаете намного более мощный эффект, когда вы физически отправляете своих сотрудников в ту страну, в которой вы хотите поднять продаж, либо построить свои продажи. Поэтому всегда помните, первое правило выхода на рынок, после того, как вы провели исследование, вы выбрали для себя наиболее привлекательную страну, либо несколько стран, которые вы хотите рассмотреть как потенциальный рынок для сотрудничества, покупаете билет и летите в эту страну. И когда уже билет у вас куплен, вы понимаете, что я проведу в этой стране, в этом городе, например, несколько дней, вы начинаете назначать встречи, вы начинаете прозванивать локальные компании, которые работают в вашей сфере, являются вашими потенциальными клиентами, вашими конкурентами, вашими потенциальными поставщиками. То есть абсолютно разношерстный спектр компаний. Вам нужно пообщаться с как можно большим количеством игроков, для того, чтобы понять, какая локальная ситуация в этом рынке. И отдельный вопрос, это, конечно же, вопрос всей юридической, бухгалтерской, налоговой инфраструктуры, которая вам потребуется. Здесь поищите в том регионе, в котором вы сейчас ведете деятельность, локальные консалтинговые компании в области международного права, которые помогут вам разобраться, как открыть компанию нерезидента в той стране, в которую вы хотите выйти, какие особенности налогообложения, какие особенности ведения бизнеса для людей, которые приезжают из других стран. И таким образом вы проработаете еще налоговую, юридическую, бухгалтерскую инфраструктуру, для того, чтобы уже быть на 100% подготовленным, чтобы вы могли даже просчитать свою финансовую модель, свою экономическую модель, и понимать четко, во сколько вам обойдется выход на данный рынок. Отдельная тема это сотрудники. И многих беспокоит, а как я найду первых сотрудников на новой территории, если я впервые только выхожу в этот рынок. Здесь дам тоже несколько базовых рекомендаций. Первое. Проследите за тем, чтобы у вас внутри компании был некий project manager, который будет курировать процесс выхода на новый рынок. То есть, если вы являетесь собственником бизнеса, и вы находитесь в своей операционной рутине, в своем мыле, как говорится, и вы носитесь, как белка в колесе, и пытаетесь еще левой ногой выйти на новый рынок, скорее всего, просто из-за недостатка сфокусированности, у вас не все пойдет по плану. Вам важно назначить центр ответственности в команде. Тот человек, который будет неким project manager. Это надежный, проверенный человек, который является обязательным, и который понимает ключевые шаги, которые необходимо будет сделать. Далее. Если в какой-то момент времени вы выберете для себя рынок и решите на него выходить, тем более решите разворачивать в нем филиал, я очень рекомендую, чтобы одним из первых людей, которых вы десантируете туда, помимо самого центра ответственности, самого project manager, который будет координировать процесс запуска, чтобы вы отправили туда рекрутера. Это лично мой опыт. То есть, лично я таким образом открываю филиалы. И это действительно очень помогает, потому что, когда вы отправили человека, который развивает представительство, и он погружен в тучу переговоров, в все юридические вопросы, он, допустим, подбирает офис, он уже начинает общаться с поставщиками, может быть, у него даже начинаются первые контракты, то у него не хватает ресурса времени, чтобы качественно заниматься подбором людей. Тем более, он не понимает местного рынка труда. И вот как раз рекрутер – это тот человек, который будет являться его правой рукой по построению команды. Бывает, что через какое-то время, наняв первых сотрудников, среди них кто-либо становится кандидатом на то, чтобы возглавить представительство. И со временем вы его вырастите, поставите у руля представительства. То есть, это тоже один из сценариев, опять-таки, не гарантированный, но лично у меня такая практика имеется. Когда, отправив временного управляющего в страну вместе с рекрутером, мы формируем первичную команду, и через какое-то время в этой команде вырисовывается кто-то, кто является сильным центром ответственности, на которого можно положиться. И вы понимаете, да, круто, можно постепенно его взрастить, и через какой-то период времени ваш временный управляющий, который занимался открытием филиала, он удалится, но при этом останется уже надежный центр ответственности, которого вы проверили за период времени работы, практикой, вы убедились, что он является надежным, и на него можно опереться. Да, конечно же, этот период может занимать порою год-полтора, до момента, пока вы вырастите этого специалиста, потому что понятно, что за месяц, за два месяца очень сложно убедиться, что человек действительно является надежным. Но, опять-таки, это надежнее и стабильнее, чем прилететь в страну, в незнакомый регион, открыть вакансию руководителя, либо директор филиала, взять какого-то человека, который в кавычках продаст себя вам красивыми послужными списками в своем резюме, вы уедете, а завтра у него начнутся проблемы, либо вообще он уведет ваш бизнес. Такие случаи у вас бывали. Кстати, очень осторожно относитесь к партнерствам, то есть очень тщательно проверяйте репутацию любых людей, которые предлагают вам международное партнерство. Давайте мы здесь вместе с вами откроем какое-то совместное предприятие. Внимательно проверяйте репутацию. У очень многих наших клиентов были случаи, когда они обжигались, просто поверив людям на слово, потому что встретились, поужинали в ресторане, вроде человек такой привлекательный, презентабельный. Ну ладно, давай работать вместе. Зарегистрировали компанию, разогнали, через какой-то период времени у партнера, в кавычках, внезапно вырастает рядом такая же компания, уже на его личном юрлице, туда идут клиенты, и он просто научился у вас, перенял клиентскую базу, и ваша компания начинает медленно увядать. Такие примеры были у некоторых наших клиентов. Поэтому очень внимательно проверяйте репутацию. Лично мне ближе взрастить человека, который является лично моим сотрудником, моей точкой опоры. Ну и, конечно же, очень важный вопрос – это язык. Здесь, вы знаете, я очень благодарен сам себе за то, что в свое время я уделил внимание тому, чтобы выучить английский и довести его до разговорного уровня, поскольку английский язык действительно открывает двери в очень многие новые миры. И, не зная английский, работая только с переводчиком, будет действительно достаточно сложно выходить на западные рынки. Многие задают вопрос, а куда обратиться для того, чтобы изучить английский язык. Вы знаете, много тоже задавались этим вопросом у себя в компании, поскольку приходится учить и некоторых своих сотрудников. Например, я прямо сейчас открываю для одной из своих компаний филиал в Европе, и стал острый вопрос подтянуть знание языка для своих локальных сотрудников, которых мы отправляем за границу. И здесь могу порекомендовать компанию нашего партнера. Это компания EnglishDom, которая сегодня позволяет обучать сотрудников полностью в онлайне. В том числе вы можете обучаться в онлайне, как индивидуально, так и приобретая корпоративное обучение. И большой плюс, что это уже очень большая проверена опытом платформа, в которой сегодня более 50 тысяч человек изучают английский язык. И в компании работает более 900 преподавателей английского языка. Это действительно очень большая команда преподавателей, которые позволяют изучать английский язык одновременно такому большому количеству пользователей. Кроме того, что EnglishDom – это школа английского, там также вы можете найти более 15 направлений различных курсов, включая IT, включая бизнес и многие другие. Поэтому для вас это такая достаточно широкая возможность. EnglishDom является нашими партнерами, и поэтому сегодня у меня для вас есть некое предложение от данной компании, которое, возможно, поможет вам сделать первый шаг в направлении изучения английского языка. Специальное предложение заключается в том, что если вы прямо сейчас кликните по кнопке, которую вы видите на экране, вы сможете получить бесплатный пробный урок от компании EnglishDom, и в том числе получите консультацию по подбору обучения именно для вас. Если вы являетесь собственником бизнеса, то вы можете также задать вопрос ребятам по поводу корпоративного формата обучения, поскольку для многих компаний сегодня является актуальным подтянуть сразу нескольких сотрудников. У компании EnglishDom все это есть, тем более в очень удобном цифровом формате на удобной платформе с качественным мобильным приложением. Поэтому я искренне рекомендую наших друзей, партнеров в компанию EnglishDom, которых сами привлекаем для того, чтобы обучать своих сотрудников. Кстати, вас может беспокоить, насколько хорошо ваши сотрудники будут обучаться в данной системе. Здесь есть большой плюс. Ваш HR-менеджер сможет отслеживать удаленно статистику прогресса вашего сотрудника. То есть вы будете четко понимать, насколько эффективно он обучается. Поэтому рекомендую пользуйтесь такой хорошей платформой. Ну а в продолжение темы международного развития хочу сделать еще акцент на том, что в каждой стране существует посольство вашей страны. И в большинстве случаев при посольстве работает торговая миссия. Обычно это несколько человек, небольшая команда, которая сфокусирована на том, чтобы помогать гражданам вашей страны выходить на тот рынок, где находится данное посольство. И это достаточно хорошая возможность, поскольку войдя в контакт с подобного рода командой, вы можете получить аналитику рынка, вы можете получить полезные контакты, связанные с какими-либо потенциальными клиентами. Возможно, вы сможете получить связи с локальными отраслевыми ассоциациями. Также рекомендую пользоваться связями с ассоциациями, поскольку ассоциация это всегда доступ в рынок и доступ к большому количеству информации о рынке. Я, например, всегда выходя в любой рынок, в первую очередь также связываюсь с посольством. Если при посольстве работает торговая миссия, то можно через них найти достаточно большое количество локальных ассоциаций, иногда бизнес-клубов, каких-либо сообществ, в которых находятся представители вашего рынка. И оттуда вы уже можете начинать раскручивать путь выхода вашей компании на рынок данной страны. Но здесь, конечно же, самое главное это действие. И лично я видел очень много компаний, которые собирались, долго раскачивались для того, чтобы выйти на международный рынок, но у них это получалось очень неэффективно и по одной простой причине. Я ее называю так. Легли в правильном направлении. Выбрали рынок, начали собирать информацию, начали исследовать что-либо, уже написали определенное досье, а потом взяли, погрязли в рутине операционки из-за текущего состояния своей компании, из-за того, что очень многое неэффективно. И это обычно тот образный диагноз, с которым компании приходят к нам в бизнес-конструктор. Собственники бизнеса приходят с запросом, слушай, помоги построить оргструктуру, помогите с людьми, помогите с финансами, помогите с маркетинговыми продажами. Поэтому, друзья, если вдруг вы собираетесь выходить на международный рынок, и вы понимаете, что вы не можете этого сделать, из-за того, что вы операционно неэффективны, то со своей стороны я также приглашаю вас становиться клиентом бизнес-конструктор. Вы знаете, в нашем главном продукте собственник бизнеса 2.0, и в рамках данного продукта мы помогаем выстраивать очень многие процессы. Но в любом случае помните о том, что сегодня для бизнеса достаточно важно быть представленным во многих странах, и это в том числе значительно повышает капитализацию вашего бизнеса. Вы знаете, у нас есть клиенты, которые стремятся развить капитализацию компании, раскачать ее стоимость, привлечь инвестиции, и они приходят к различным крупным фондам, и им отказывают, либо значительно занижают их оценки из-за того, что они работают только в одной стране. То есть им говорится, если бы вы работали еще вот в этих странах, у вас бы была совсем другая оценка, и мы бы с радостью вас проинвестировали. Поэтому сегодня международное развитие это очень важный тренд, уделяйте ему внимание, ну и с нашей стороны мы будем рады вас в этом поддержать. До встречи!